Тысячелетиями проходит путь человеческого развития, и, казалось бы, все тайны уже раскрыты. Но один из главных вопросов остается без ответа. А что может поднять одна муха? Итак, для эксперимента нам понадобится самая обычная муха с двумя крыльями. Мы потратили почти целый день, чтобы найти ее. Пока муха готовит крылья к полету, нам надо отправить ее на некоторое время в холодильник. От холода муха, скажем так, ненадолго засыпает. Когда муха обездвижена, мы берем кусок нитки и пытаемся как-то привязаться к ней. Скажу вам, это было непросто. Теперь нам надо немножко отогреть муху, но вначале проверить температуру рукой, чтобы не перегреть. Через несколько минут муха отошла от сна и готовится к эксперименту. Для начала мы попробуем поднять маленькую упаковку тик-така. Нет, похоже слишком тяжелая. Ладно, высыпаем все тик-таки и пробуем еще раз. Окей, тогда прицепляем всего одну тик-такинку. Тянуть по столу она может легко. Но поднять все-таки не получилось. Тогда берем обычную спичку. Она должна быть легче. Вы видели? Спичка почти оторвалась от стола. Давайте разрежем ее наполовину. Эй, ты куда, муха? Она смогла полететь, но летела вниз. Давайте, чтобы наверняка, отрежем еще половинку от половины спички. Да, она смогла! Даже Куки стало интересно, что тут происходит. Но кажется, такой кусочек спички был слишком легким для нее. И чтобы уточнить результат, на наш эксперимент пожаловала мурашка. И муха любезно согласилась ее прокатить. Итак, подобьем результаты нашего эксперимента. Вес груза, который смогла поднять муха, составляет 0,06 грамма. При собственном весе самой мухи в 0,04 грамма. То есть муха подняла еще больше, чем весит сама. Теперь, когда кто-то спросит вас, сколько может поднять одна муха, то вы не будете прятать лицо, а с гордостью ответите. Четверть спички и мурашка. Субтитры сделал DimaTorzok